Смотрите, как стоит интересный вопрос. Вам нужно воспитать. А сначала все-таки необходимо проанализировать и понять причину, почему рядом с вами ребенок. И действительно ли он такой же ребенок, как вы его считаете. Первая причина, она может быть обусловлена тем, что мы невольно ищем поиск той модели семьи, в которой мы выросли. То есть, скажем так, фотографию отца. Мы невольно ищем модель поведения нашей мамы. И мы ее переносим в нашу жизнь. И мы получаем что? Мы получаем ребенка. Лишь потому, что мы такого искали. Если вы понимаете, что это этим обусловлено, тогда здесь очень просто все. Вы просто это принимаете и радуетесь тому, что вы нашли, что вы искали. Но почему часто мужчина становится ребенком? Не потому, что он не зрел, или не потому, что он не способен принять решение. А потому, что у нас в женщинах заложен материнский инстинкт. И мы настолько активно пытаемся его проявить. И проявляется это в том, что я сделаю это все равно лучше. Мы лишаем мужчину самостоятельности. Мы не даем возможности мужчине сделать какой-то верный шаг. Пускай он ошибется. Пускай он, допустим, заплатит не все счета на оплату сразу. Пойдет второй раз, но он это сделает самостоятельно. Пускай он приготовит, скажем так, не такой вкусный борщ, как вы. Но если он захотел это сделать, пускай он это делает. И тогда вы дадите мужчине возможность чувствовать себя мужчиной. И не забывайте всегда говорить мужчине о том, что он действительно мужчина. Насколько он смел, насколько он решительен, насколько вы счастливы, что рядом с вами настоящий мужчина, который принимает легко любое решение. Мужчина захочет этому соответствовать. Перенеси ты не на себя. Если вы перенесете на себя, вы поймете, что когда вы общаетесь с мужчиной, мужчина говорит, дорогая, ты настолько мне женственно. Вы выпрямляетесь сразу, и вы хотите быть женственной. Вы хотите быть интересной, красивой. То же самое с мужчиной. Дайте ему это ощущение. И вы получите взрослого мужчину, который будет делать то, что вам будет давать ощущение защиты. Не включайте маму. Не пытайтесь заботиться. А потом жалуйтесь о том, что это ребенок. И еще одна вещь. Не пытайтесь никогда никого перевоспитать. Это абсолютно неблагодарное и бесполезное дело. Либо вы понимаете, что вы нашли такого мужчину, которого искали. И вы счастливы с ним. Либо вы даете ему возможность быть мужчиной. И тогда ваши отношения примут совершенно другое направление, в котором вы оба будете счастливы. Поэтому я желаю вам взаимопонимания и бесконечно гармоничных отношений. Субтитры создавал DimaTorzok